Сейчас коротенькое письмо молодой женщины. Это будет разминка, легонькая такая. Александр Васильевич, хотела коротко рассказать свою историю и спросить, что вы об этом думаете. В начале лета прошлого года шла с работы по улице. Не споткнулась, не потеряла сознание, а просто начала падать. И падать очень странно. Обычно люди при падении автоматически начинают подставлять руки, группироваться, чтобы не упасть и так далее. Я этого сделать не могла. Тело просто перестало меня слушаться, хотя все конечности работали, и я была в сознании. Меня поразило в тот момент ощущение, как будто неведомая сила, превосходящая все человеческие возможности, притянула меня к земле. И это притяжение было и такой силой, что девушка, которая шла сзади и подбежала мне на помощь, сказала, вы так страшно упали. Я думал, вы сломали себе все. Я ничего не сломал. Были только синяки и слабости. Потом через несколько дней начались проблемы с горлом. Стало больно глотать, и несколько дней я не могла есть. Вот здесь классический вариант. Духовно одаренный человек, ни сном, ни духом не ведая, что ему надо делать. Накопилась у него в пространстве над головой та самая энергия, нисходящая, супраментальная. И в какой-то момент магнит сердца, она шла, видимо, ничего не думала, просто шла молча, пробила, капнула в голову. Когда через голову проходит эта сила, через именно голову, то окружение возникает в разной степени. Я по себе знаю, как это проходило. Неуверенный поход становится на какое-то время, потом ничего, восстанавливается. То есть сход первой ощутимой в дневное время этой супраментальной силы ее свалил. Это классика. А потом начались проблемы с горлом. То же открылась. Макушечная чакра, или макушечный центр, энергия пошла дальше. Верловой центр, потом сердечный. Тут классика будет. А мы все больные, все несчастные. Вот при первом таком сходе энергии, в молодом возрасте, человек бегом к врачу бежит. Значит, ему ставят уже какие-то там сосудистые изменения. Смотрят там, как там, может, соннотери сдавливается, или еще что. Вы поняли, как становятся больными сегодня. Потому что люди сегодня бездельники. В том смысле, на земле им работать не надо, пахать не надо, с утра на завод идти не надо. Они прислушиваются к тому, что у них в организме происходит. Это основная работа сегодня у людей. Основная задача – прислушаться, а потом с этим бороться. Врачи скажут, как это делать. Ясно или нет? И сегодня от этого деться никуда нельзя. Все, приехали ребята. Давит и давит, как пресс. Где прорвет, там прорвет. Хотелось, чтобы вы поняли. И те, кто будет слушать вот запись сегодняшнюю. Вы понимаете? Все больные сегодня. Сегодня здорового человека нет. Не найдешь. Днем с огнем не сыщешь. Их вообще нет. Сегодня больные все. Все. Вот сегодня все признаки, явные признаки, вот той единственной болезни, которую страдает земное человечество – хронической эволюционной недостаточности. Все уже. Сейчас уже ни мозговая, ни сердечная недостаточность определяет вот эта хроническая эволюционная недостаточность. Где пробьет, к тому врачу вы и пойдете. Вот она тут перепробовала разных врачей. Вот на одной страничке тут все. Это с моими комментариями. Я просто долго говорю. Ясно? Значит, начались проблемы с горлом после вот этого падения. Странного падения. Потом, через несколько дней, начались проблемы с горлом, стало больно глотать, и несколько дней я не могла есть. Ну, как ангина, что ли. Знаете, вот когда ангина сильнейшая, то и глотать, и кушать, в общем, как-то сильно болезненно. Пошла, сделала КТ. Все нормально. Затем меня начало качать из стороны в сторону. Полетела вестибулярка, как я выяснила, спустя несколько месяцев, посетив врача. Пошел поток. Более-менее постоянно ее покачивать начало. Но еще не установился поток. Она не знала, что надо расслабляться, не паниковать. А просто отдаться силе. Мы-то знаете теперь, да, если вас вдруг или вашего близкого, какого-то человека, начнет качать, и вот такая симптоматика пойдет, вы ему можете пару слов сказать, но он все равно побежит к врачу, это понятно. Но вы должны знать, от чего все это происходит, ясно или нет. Те немногие, которые все-таки делом занимаются, должны знать, откуда эти проблемы берутся. Те немногие, честно говоря, кто делом занимается. Это видно. Я пошла по врачам. Бывает по рукам пошла, а это по врачам. Ну, сейчас уже, видите, по врачам как-то современнее. Я пошла по врачам. Гемоглобин оказался низковат. И невролог связала мое падение с этим и отправила к терапевту лечить анемию. Начала пить железо. Реакции – ноль. Гемоглобин падает ниже и ниже. Доходит до 70. Ложусь в гематологию. Мне вводят железо капельницами. То есть у нее все-таки открылись каналы, каналы с кундалины. Какая часть энергозатрат перешла уже на чистую энергетику. Гемоглобин, естественно, должен упасть до какой-то величины. Тут может быть острая реакция организма. Организм, знаете, как реагирует на незнакомые какие-то воздействия энергетические. Штормит. У меня был период, когда в течение недели кровяное давление в течение пяти минут скакало от низкого до запредельно высокого. Просто что он был в организме. Пока не адаптировался он к этому потоку, к новой энергетике. Шторм был. Я спокойно это воспринимал. Без всякой паники. Так, значит, так. Ну, это я. Вы же не я. Желательно, чтобы поближе были к моему восприятию того, что происходит. Но куда же деваться? Страх, кто есть, страх. Боитесь потерять то, что непременно потеряете. Бездавно потеряете. Вот так вот впустую прожив эту жизнь. Совершенно бездавно. Вы же потеряете эту вот штуку, с которой носитесь, как с писаной торбой. Так вот. Начала пить железо. Реакция ноль. Гемоглобин падает ниже и ниже. Доходит до 70. Ложусь в гематологии. Мне вводят железо капельницами. Параллельно обследовалось. Можно еще и перпендикулярно. С ног до головы. Все по мелочи. Все обследовали. Все по мелочи. Ну, то есть, все в пределах нормы. Верхняя, нижняя границы. У нас все время болтается. Вот кровяная формула. Формула крови. Нас в институте учили насчет лейкоцитов 3-5 тысяч. А теперь с 10 до 2. Пожалуйста. Сейчас надо тоже менять нормы. Для страдающих хронического лиц он недостаточность. Нормы для среднестатистического покойника всегда делаются. Ясно или нет? То есть, не шагающего в будущее. Так что, если вы в пределах норм статистического покойника, начинайте радоваться сразу. А вы не радуйтесь. Вас должно начать штормить как следует, чтобы вы делом занялись. Ясно или нет? Я же серьезно говорю. А вы такие кислые все. Вот одна только улыбается девушка. Даже две. Две. Это уже хорошо. Вот. Ну ладно. Параллельно обследовалась с ног до головы. Все по мелочи. Нет ни кровотечения, никаких серьезных проблем со здоровьем. Так что врачи не нашли причину такого сбоя в организме. Это она еще до моего объяснения пишет. Я же потом объяснил, она так обрадовалась. Она просто не понимала, что с ней происходит. На пути она не шла. Кто-то ей сказал, что вот есть там вот Александр Васильевич, может обратиться, может он поможет объяснить, что с тобой происходит. Вот так она как-то упала сразу откуда-то. По пути она не шла. Понятно. Обычный среднестатистический человек. Ну, духовный талант имеет. Притягивает силу-то, эволюционную душа. Жаждет эволюции. А ты, в общем-то, топчешься на месте. И дальше интересная фраза. Я все, что можно, подлечила в итоге. Ну, там какие-то маленькие. Ну, наверное, недешево подлечила, потому что там много чего. Все, она же сказала, все подлечила. Так что нашли это не то, все не то, то не то. Вы поняли, да? Все подлечила в итоге. Ну, и что дальше? Нашла специалиста по вестибулярке. Она мне прописала курсы, упражнения для восстановления. За 4 месяца вроде все выправила. 4 месяца организм адаптировался к этой энергии. Более-менее она успокоилась. Ей сказали, вот у тебя это, попей лекарство. Организм просто успокоился, адаптировался к потоку. За 4 месяца. Все нормально. А дальше началось. Сейчас вот буду дальше рассказывать. Классическое письмо. Фантастическое письмо. Вовремя оно пришло. Очень вовремя. Вот для вас сегодня, неверующих ни во что. Этой весной ложусь спать, и вдруг слышу в голове какой-то гул со свистом. Как будто сидишь в самолете, а он собирается взлетать. И этот звук довольно существенный и явный. Я подумала, как я раньше его не замечал. Может, с головой что-то не так. Но загудело в голове. Загудели, заиграли провода. Мы такого не видали никогда. Это когда радио в деревне провели, пели песню такую. В 30-е годы. Представляете? В голове загудело. Раньше, говорит, не замечала. То есть, не было. И вдруг встала. Врач нужен срочно. Думаю, что опять идти по врачам. И дальше фраза гениальная. Не пошла. Наверное, устала уже ходить. Представляете? Устала ходить. Теперь новая проблема. Загудело в голове. Как самолет взлетает. Поток усилился. Форсированный шкод начался. Такой мощный поток. Звук появился. Хороший поток. Что-нибудь дальше должно обязательно происходить с усилением потока. В начале лета познакомилась с Олегом. Вашим последователем. Не знаю, кто такой Олег. И последователь он, или нет. Он рассказал про вас. Я стал изучать, слушать беседы в записи. Практиковать эмоционально. Да, практиковать. То есть не пошла по врачам, а стала практиковать. Эмоциональную ровность удерживать мне нетрудно. Женщине эмоциональную ровность обычно трудно. Она говорит, мне нетрудно. Какая-то женщина особенная. Сложнее было заставить ум замолчать. Поначалу вообще непонятно было, как это возможно. То есть она не понимала, как заставить замолчать ум. Но постепенно освоила это. И вполне теперь доступно. Ум помалкивает. Происходит полная перестройка всех привычных процессов. То есть открылся поток, нормальная сила стала сканировать организм. Где-то что-то подправило. Клетки адаптируются. То есть началась нормальная жизнь. Духовная работа началась. На энергетическом плане. Понятно? Происходит полная перестройка всех привычных процессов. И становится все заметнее. Как окружающие мучаются. И мучают себя собственным умом. Она стала наблюдать. Представляете, как окружающие мучаются. И мучают себя собственным умом. Это потому, что мы себя с умом-то отождествляем. Что мы ум. А это временный инструмент души. На время нам данный. Как рука. Мы же не рука. Нет? С помощью руки мы что-то делаем. Но мы не рука. И мы не ум. А нечто другое. Которое предстоит открыть. Да, много чего становится теперь заметным. Сейчас подошла к пониманию, к этапу самоздачи, вверения в себя полностью на волю высшим силам и Господу. И вы правильно говорите, что просто механически делать практики и пользоваться методами смешно, бессмысленно и глупо. Нужно, чтобы понимание было, что ты делаешь и для чего. Полное доверие этому, полное принятие, и чтобы это искренне шло от сердца. Тогда только будет результат. Вот хорошее письмо. Замечательное письмо. К пониманию пришел человек. Вот. Такая разминка. Я думаю, вопросов нет на этом. Нет? Каждый в какой-то мере на себе испытал. То, что испытал, это женщина. Молодая женщина, ей лет 35, не больше. А может и меньше.